Бездумное расточительство продуктов питания наряду с нищетой – это весьма болезненные темы для нашего общества. Для того, чтобы обратить на эти глобальные проблемы внимание, были учреждены две официальные даты – Всемирный день продовольствия, который отмечается сегодня, а также завтрашний Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Обе эти даты значимы для Эстонского продуктового банка, который выбрал их в этот раз для помощи эстонским семьям с маленьким достатком. Так сегодня и завтра волонтеры этой организации раздают инфобуклеты в магазинах, а также принимают пожертвованные продукты питания. Все желающие могут оплатить на кассе любой продукт, желательно, чтобы это был продукт с длительным сроком хранения, и потом оставить в специальных корзинах, отмеченных логотипом продуктового банка. Далее волонтеры продуктового банка эту продукцию направят на склады, и там уже будут сформированы продуктовые наборы, которые дадут до наиболее бедных семей нашей страны. В акции по сбору продуктовых пожертвований принимают участие 38 магазинов в 19 городах страны. Я напомню, что продуктовый банк – это некая множественная организация и посредник между крупными торговыми сетями и теми, кто наиболее нуждается в еде. При помощи волонтеров происходит сбор продуктов, комплектация продуктов. В рамках текущей акции предлагается жертвовать продукты с длительным сроком хранения, такие как консервы, супы в банках, сладости, потому что в семьях нуждающихся живут дети. К сожалению, помочь всем нуждающимся продуктовый банк не имеет возможности, поэтому он фокусирует свой взгляд на самые бедные семьи с детьми, проводя подобного рода акции несколько раз в год. Так повторно эта акция пройдет в декабре. Списки наиболее малоимущих семей составляют социальные отделы. И если семья чувствует, что ей такая помощь необходима, то у нее есть возможность обратиться в социальный отдел по месту жительства, но не в продуктовый банк. Ведь напрямую раздачей продуктов питания со складов в банк не занимается. Это работа социальных отделов. Ну а если у вас есть желание помочь этим семьям, то самый простой способ оказаться сегодня или завтра именно в том месте, где продукты находят своих покупателей. То есть в продуктовых магазинах, где все организовано очень удобно, и каждый сможет внести свой вклад, пожертвовав именно столько, сколько ему по силам. Сергей Дедыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.